Девушки отдыхают Безкомпромиссные позиции двух сторон. Главный орбитер в ринге Елена Емельянова. Добрый вечер. Чужие праздники это способ обогатить культуру или путь к уничтожению собственных традиций. День Святого Валентина Хэллоуин. Находка для маркетологов или повод лишний раз получить позитивные эмоции. Сегодня в нашей студии сторонники и противники иностранных праздников. Кто победит на информационном ринге, начнем спорить прямо сейчас. И все будет жестко. В красном углу ринга сторонники иностранных праздников. Спартак Ян. Организатор мероприятий. Промоутер. Андрей Синичкин. Кандидат культурологии. Замдекана по воспитательной работе философского факультета КФУ имени Вернацкого. Ксения Шульман. Ролевик Крымского общества толкеянистов. Касплеер. В синем углу ринга противники заимствованных праздников и традиций. Владислав Ганджара. Депутат Государственного совета Республики Крым. Олег Криворученко. Начальник штаба регионального отделения юнормии в Республике Крым. Владимир Шпатаков. Директор Дома книги «Родное слово». Первый раунд. Бой с тенью. Правила первого раунда. Задача участников двух команд, отвечая на мой вопрос, максимально коротко и ясно разъяснить свою позицию по теме. На это каждому из вас дается ровно 30 секунд. В споры не вступать. Для этого будет отдельный раунд. В ринге запрещено использовать нецензурную лексику и физический контакт. Все, что не запрещено, разрешено. Но я не советую вам отклоняться от темы, нарушать регламент и без причины переходить на личности. За ходом поединка буду следить я и судейская коллеги. Андрей Шарков, президент Федерации армспорта Республики Крым, мастер спорта международного класса. Ольга Котляренко, заслуженная артистка Республики Крым. И Дмитрий Михайлов, редактор телеканала «Крым-24». Все нарушения учитываются при вынесении итогового решения. Вы готовы? Итак, мы начинаем. В ринге все решения принимаю я. Кому выступать первым? В вашей команде или в вашей команде? Итак, начнет команда сторонников иностранных праздников. У каждого из вас есть 30 секунд, чтобы ответить на мой следующий вопрос. Зачем вам чужие праздники? Вам не хватает своих или у вас мало поводов для радости? Пожалуйста. Если вопрос конкретно ко мне, то... Каждому из вас. Да, я понял. Вы так на меня посмотрели. Дело в том, что лично я считаю, что все праздники отмечать хорошо. Нет понятия. Заимствованные, иностранные, не иностранные. Мы живем в глобальную эру, когда слишком много поводов для того, чтобы погрустить. Давайте отмечать, радоваться, быть счастливыми. Сегодня день счастливого человека. Я поздравляю вас и с этим праздником. Пускай он будет взаимоснованным, но каждый из вас почувствует немножечко себя счастливее. Спасибо. Я не делю праздники на свои и чужие. То есть для меня это общее понятие праздника для ученого. Вот. Я делю праздники на те, которые нравятся и не нравятся. И человеку могут нравиться одни праздники, могут не нравиться другие праздники. Но все они объединяют общее слово праздник, да, где люди должны самореализоваться, отдохнуть, вот, и почувствовать себя в компании. То есть провести так называемую культурную коммуникацию. Спасибо. Праздник — это след от мероприятия, которое когда-то произошло в человеческой истории. Это след от человеческой встречи или от какого-то решения, которое было сделано. Это след от каких-то традиций, которые были у нас около двух тысячелетий назад, как это происходит сегодня с некоторыми иностранными праздниками. И время дарит нам новые разными путями. В частности, Крымская весна подарила нам пять лет назад праздник, в котором мы осмельчаем день воссоединения Крыма с Россией. Ельцинские времена подарили нам тоже много интересных праздников. А контакт, который произошел в это время между Россией и Западом, дал нам другое. Итак, теперь очередь вашей команды. Есть такая старая поговорка, которая не стала реальностью. Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст. Бороться с праздниками — как бороться с модой. Толпа захочет носить клёши, она будет носить, захочет отмечать, ничто не остановит. Может, это они патриоты, а не вы? Пожалуйста. Кто из вас начнет? Вы с нами? Отвечайте на вопрос. С вами. Ну, я считаю, что, конечно, праздник есть праздник. Праздники бывают разные, потому что есть праздники, которые несут действительно радость, чистоту, любовь. А есть праздники, которые действительно несут скверну, язычество, блуд. И у нас очень много праздников сегодня, к сожалению, пришли из Запада, не иметь никакой подоплёки, никакой подосновы. И после этих праздников люди потом несут очень большие скорби и потери своего морального духа, своей культуры. Мы Россия, мы государство, которое имеет сочетательный опыт и сочетательный культурный историю. Спасибо. Что вы думаете? У каждого народа, у каждого этноса есть свои праздники. И, в принципе, они полностью самодостаточны. Они дополняют друг друга, они перекрывают все аспекты. И вливать какие-то, ну, не то что чуждые, а вот неприемлемые этому народу праздники. Да, хорошо, любовь, да, хорошо. Никто не спорит, но у нас есть прекрасные праздники. Спасибо. Пожалуйста. Вы знаете, я не сторонник запретов. Я сторонник того, чтобы мы действительно отмечали наши праздники. Они у нас есть, у нас великая история, у нас великий народ. Мы часть русского мира, а в условиях того глобального времени, в котором мы живём, мы понимаем, что культура – это тоже часть экспансии. И вот западные праздники – это действительно часть экспансии в наш мир. Это навязывание какого-то мнения и манипуляции у мамы нашей молодёжи. Поэтому я глубоко убеждён, что мы должны делать всё для того, чтобы наше было популярнее, а то просто было где-то, но не у нас, в России. Спасибо. Итак, время первого раунда истекло. Теперь слово суде. Так, Андрей, чьи стартовые позиции сильнее, вы на чьей стороне пока что? Вы знаете, для меня в этом раунде ничья. И одна и вторая стороны были как бы больше для себя убедительны, чем для нас. Хотелось бы увидеть во втором раунде более серьёзную борьбу. Спасибо. Ольга, вы как считаете, кто сейчас выглядел убедительнее? Вчера получали валентинки? Да, в большом количестве получила валентинок. Было, естественно, приятно, как любой женщине. А по существу я считаю, что команда, которая отстаивает позицию заимствованных праздников, была убедительной. Потому что веселиться всё-таки народ больше любит, чем соответствует законам и правилам. Спасибо. Владимир, скажите, что плохого в том, что у нас иногда есть лишний повод чему-то порадоваться или даже признаться в любви? Любовь бывает разная, а бывает чистая любовь. И есть любовь, которая несёт разврат. Просто признаться в любви – это разврат? Нет, конечно. Любовь бывает разная. Бывает, которая несёт чистое отношение между молодыми людьми. А есть, как вам сказать, вопрос неординарный, неоднозначный, конечно, но мы рассеем, у нас тысячелетний опыт и наши традиции, и наша молодёжь должна вернуться нашими праздниками. Когда мы не знаем своих праздников, она же не знает ни Петра Февронии, ни Татьянин день, когда день молодёжи и студентных, когда мы не знаем праздники жены мироносцев, которые действительно несут наши традиции, нашу веру, нашу культуру, нашу любовь. А когда из них у меня нам навязывается, правда, молча, что идёт западная экспансия, навязываются нам какие-то валентинки, которые, если нам не допродали на Новый год, надо допродать их между... Спасибо, мы поняли ваше мнение. Олег, но вот многие праздники всё-таки у нас заимствованы, но почему некоторые мы отмечаем, а против других выступаем категорично? Ну, я, в принципе, не знаю таких вот заимствований. Новый год. Новый год, но давайте вернёмся назад к ведической культуре, да. Мы заимствовали это у своих предков. Мы заимствовали у немцев это? Ну, это перевод, вы понимаете, были в истории такие моменты, когда историю нашу писали немцы. Это тоже надо учитывать. Поэтому, я считаю, ну, мы это переросли, мы совместили и ведическую культуру, и с христианством. Это всё нормально, но это наше прошлое. И да, мы делали когда-то ошибки, но трудные времена... Спасибо большое, мы поняли. Владислав, а вот что вы считаете по поводу заимствованных праздников? Вот тот же самый Новый год. Мы же отмечаем, не отказываемся, а День Святого Валентина. Саля, ну, вы знаете, есть праздники действительно международные, которые празднуются во всём мире, международные, женские дни, причём, которые задавали в том числе тоны мы в мире, и их сегодня всё больше отмечают. Но есть праздники, которые действительно разрушают нашу молодёжь, например, Хэллоуин и так далее. Это не наше, и нам не нужно этому подобляться, этому подражать. Поэтому, на самом деле, у нас много замечательных праздников, которые мы отмечаем, которые нам понятны, они близки нашей культуре, они действительно укрепляют семейные ценности. Спасибо, спасибо. Ксения, ответьте. Всегда бежите за модой для того, чтобы праздновать то, что вам нравится? Либо, может, всё-таки пора вспомнить о истории своей страны? Историю своей страны я знаю очень хорошо, потому что обучаюсь на историческом факультете. С другой стороны, мода и значение сиюминутного чего-то важного особенно важна сегодня. Конкуренция — это ещё одно важное слово в 21 веке. Если мы хотим отмечать наши праздники, нам нужно сделать так, чтобы наши праздники были конкурентоспособны наравне с теми западными, которые к нам проникают. Спасибо. Вы учёные и знаете все праздники, но почему у нас так популярны только мейнстримовые голливудские? Я не думаю, что популярны только они. Причём я знаю, что в 19 веке были одни праздники, в 20 веке были другие праздники, в 21 веке они объединились, плюс прибавились ещё иностранные некоторые праздники. Я думаю, что культура сама и время определит, какие нам праздники важнее. Спасибо. Спасибо. Вы сказали, что праздновать нужно всё подряд, а страна не сопьётся так? Праздновать, но не пить. Совершенно разные вещи. То есть праздновать можно культурно, отдыхая. Я не знаю, как празднуете лично вы, я практически не пью. Потому что вы работаете. Ну ладно, спасибо. Итак, по итогам первого раунда. Со счётом 1-0 раздельным решением судей побеждает команда в красном углу сторонников зарубежных праздников. 2-й раунд. Глухая защита. Итак, правила второго раунда. Я задаю вопросы каждому из вас по очереди. Вы отвечаете по времени столько, сколько я посчитаю нужным. Итак, поехали. Спартак, вы проводите женские бои в грязи, стриптиз-конкурсы и вечеринки на Хэллоуин. Вы не боитесь, что ближе к старости вам придётся надеть рубище и возглавить крестный ход, чтобы замолить грехи молодости? Вы знаете, я не против вообще любых праздников. Сегодня, допустим, день признания своих грехов. Я не считаю, что всё, что вы перечислили... Хотите покаяться? Нет, они являются моими грехами. Сегодня ещё и встретили, если вы знаете. Да. Это прекрасные поводы для того, чтобы меня позвать на эту программу. Меня знают и меня любят за эти праздники. Я делаю хорошие вещи, красивые. Каяться не будете сегодня? Нет, совершенно. Вы православный? Нет, не православный. Я принадлежу к армянской церкви. Не является православным, да. Но тоже христианство. Какой костюм вы надеваете на Хэллоуин? Совершенно разные костюмы. В этом году? В этом году костюм пирата. Сломал ногу, ходил на костыле, был вынужден именно в этом костюме находиться. А вы считаете забавным надеть костюм в зомби или переодеться в Чикатило с топором и ходить по улице? А в чём разница между тем же самым Хэллоуином? Можно переодеться в Буратино, а можно в Чикатило. Разницы никакой, я поняла. А на Масленицу в чём люди наряжаются? Точно так же в страшных духов. Только разве разница только в том, что ходят с чучелом, а не с тыквой. А в принципе это очень похожие праздники. То есть вы за то, чтобы ваш сын в костюме упыря вышел на проспект Кирова, это будет нормально? Ну, если он будет в это время сражаться с зомби, то да, почему нет? Эйлон Масл сейчас выдаёт всем огнемёты. Может быть через 20 лет это будет мейнстримом, может быть. А вы, может быть, за иностранные праздники только потому, что вас не заказывают на День семьи, любви и верности? Он не так продаётся, как День всех влюблённых? Я не знаю, меня не заказывали. Вообще вы не продаёте свои услуги? Я не продаюсь, нет. На праздники предпочитаю проводить время с семьёй. Один мой друг мне в своё время посоветовал 8 марта, 23 февраля, 14 февраля. Всегда будь с семьёй. Так выручка же двойная. Лучше с семьёй? Ну, лучше с семьёй. Вы за тот и за этот праздник, вы конформист? Я полностью за все праздники одновременно. Потому что если... То есть День граната отмечаете, День Колумба, абсолютно... Как вас хватает? День гранённого стакана тоже можно отметить, не обязательно из него... Я про гранат как фрукт в Азербайджане отмечают. Да, есть такое, да. Нет, не знаю. С удовольствием отмечу. Напомните... Какой праздник вы будете отмечать завтра? 20 марта буду отмечать. День счастливого человека. А до 20 марта такой перерыв или репетиция у вас? А какой завтра праздник? Ну, вы же знаете все праздники. Завтра нет никакого. Наверняка суббота. Прекрасный повод. День святого Валентина как отметили? Женой, с друзьями. Хорошо, что женой. У друга имя Валентин, отмечаю каждый год с ним. В армянской церкви есть святой Валентин? В армянском есть... Я могу неправильно произнести. Трендес, по-моему, называется этот праздник. То есть они очень похожи. С Валентином? С Валентином, с влюбленными, с кострами, со всеми делами. Очень много праздников на свете. День Трендеса, я правильно понимаю? По-моему, да. Я не могу ошибаться. Назову неправильно, меня потом из общины выгонят. У вас так строго все, да? Да, конечно. А у вас? Владислав, вместо Дня всех влюбленных вы предлагаете отмечать православный день Петра и Февронии. Понятно, сейчас такой тренд. А вот если в тренд снова войдет сексуальная революция или беспорядочные связи, вы будете за кого? За Валентина или за Петра и Февронию? Ну, я надеюсь, что мы не допустим. У нас в России сексуальная революция. Но вы у нас законодатель. У нас в стране революции хватало. И, как по мне, ни одна революция не приводила к улучшению социально-экономическому, если мы говорим о культуре, то к улучшению в сфере культуры. У нас действительно непростое время, потому что мы живем время перемен. Советский Союз, 90-е, нынешняя современная Россия, которая действительно становится как государство и устанавливает свои ценности. Ведь этот праздник, День Семьи и Любви и Верности, он действительно установлен не так давно. Но, как по мне, он действительно уже стал очень доброй традицией. Мы знаем, сколько даже в Крыму проходит замечательных акций, которые объединяют тысячи людей, белый цветок, посвященный как раз-таки празднованию Дня Семьи и Любви и Верности и так далее. Тогда почему отмечают День Святого Валентина, на ваш взгляд? Меньше про День Петра и Февронии знают? Невежество. Нет, дело не в этом. Дело в глобальной культуре. Дело в том, как сегодня ценности распространяются, какие фильмы мы смотрим и так далее. Действительно, все эти праздники, они популяризируются в фильмах американского продакшена, которые действительно популярны. Такая реальность. Есть глобальная культура, в первую очередь, эта культура, которая исходит из США и так далее. Но мы сегодня понимаем, что эта культура, она, имея под собой культурную составляющую, несет очень многое другое. В первую очередь, борьба за ромой. В СССР секса нет, сказала на первом телемосте одна дама Познеру. Вы хотите повторить ее подвиг и стать? Нет, конечно. Это, как по мне, глупость. Это, понятное дело, было замыливание каких-то вопросов и проблем в той стране. Но мы понимаем, что советское прошлое — это советское прошлое. Я современный молодой человек, который живет в этом глобальном мире, который абсолютно адекватно воспринимает и западную культуру с пониманием, что она в себе не значит. Вы современный молодой человек. Вы не отмечаете День Святого Валентина? День Святого Валентина сейчас не отмечаю. Когда-то, я не буду спорить, в школе я дарил Валентинке. В школе дарили Валентинки? Откровенные признания в любви, да? Это было частью той культуры, в которой мы жили. Но я повзрослел, стал уже таким зрелым молодым человеком, скажем так. А что на это повлияло? Чтение трудов Карла Маркса на то, что вы отказались? Нет, это, наверное, просто зрелость, к которой ты приходишь, которую ты осознаешь. И своих детей я уже буду учить праздновать не 14 февраля, а День семьи, любви и верности. А может вы просто экономите на валентинках и в мессенджеры не рассылаете сердечки? Вы знаете, как мне кто-то из знакомых сегодня сказал, что муж отказался дарить букет на 14 февраля, но вроде бы как и на 8 июля ничего не дарил. Но он перед 8 марта просто решил не репетировать, видимо. Вопрос экономии это такое, но для меня все-таки, как я уже сказал, есть наши ценности. Я действительно хочу отмечать наши праздники, но при этом не запрещая никому отмечать праздники другие. Вы знаете, мы когда-то проводили акцию анти-Хэллоуин, которая собрала очень много молодых людей. Это какие-то православные патрули были, выходили по городу или как вы упреждали? Нет, мы просто давали в этот день молодежи альтернативу. В этот день что делает молодежь на Хэллоуин 31 октября? Она бегает в костюмах, что-то делает. А вы кашу из тыквы предлагали или что? Мы делали спортивные соревнования, связанные с различными состязаниями. Это было очень здорово, мы собрали огромное количество крымских студентов. А как вы думаете, что-то делать в костюмах на Хэллоуин? Это что? Что имеет в виду Владислав? Что можно делать в костюмах? Я к вам обращаюсь, Спартак. А, ко мне? Я не знаю. Не теряйтесь. Бегать ходить, радоваться, носить шарики. Что он делал? Я не знаю, что он делал. Вы знаете, когда-то, лет 10 назад, можно было, там, 31 октября, увидеть десятки молодых людей в центре Симферополя, которые действительно бегают. Я не знаю, что они делали, но это было. Но вот сейчас этого нет. Вот вы знаете, что интересно... То есть шабаша нет в этот день, да? Сегодня там обсуждали с коллегами федеральный университет наш, да никто эти валентинки уже не дарит. На самом деле это уходит... Так они все ушли под землю. В куда? В бары, клубы. Не правда? Вы не отмечаете просто, да, видимо? В инстаграм лайк. Вот она, Валентинка. Отправил сердечко, все хорошо. В федеральном университете проходили мероприятие. Мы сейчас говорим пока не о Валентине, а конкретно где сейчас проводят Хэллоуин? Я не знаю, в мире? Здесь, в Симферополе, но мы-то в Симферополе сейчас. На планете, да, само собой. В каждом доме, в каждом сердце, где хотят, там проводят. Не знаю. Сегодня точно нигде. До Хэллоуина еще полгода. То есть у нас нет никаких вечеринок в Симферополе, вы об этом не знаете? Нет, они есть в обязательном порядке, во всех ночных заведениях они присутствуют. Да, естественно, это коммерция, да, это способ привлечения посетителей. Это нормально, так как и любой другой праздник. Конечно, продаются лучшие праздники, которые можно конвертировать или монетизировать. 8 марта, точно так же. Это праздник, собственно, для того, чтобы продавать конфеты, продавать ожерелье, продавать золото, цветы. Я поняла, а вы, Владислав, как законодатель, вы что сделали для возрождения исконно-русских праздников здесь, в Крыму? Ну, законодательных актов и инициатив мы не принимали относительно праздников. Закон о запрете Хэллоуина вы когда подали? Ну, мы закон такой не подавали, я уже сказал, я не сторонник запретов. Я сторонник того, чтобы наши ценности были популярнее. И для этого нужно действительно делать вещи, которые в том числе в этой массовой культуре создают... Какими праздниками укреплять патриотизм и возрождать национальный дух, на ваш взгляд? Ну, вы знаете, у нас в Крыму действительно очень много праздников, особенно в этом году. Это и 5-я годовщина воссоединения Крыма с Россией, и 75-я годовщина освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Это те праздники, которые объединяют не только молодежь, они объединяют всю нашу страну. А день принятия декларации о государственном суверенитете вы празднуете какого числа? День независимости Российской Федерации? День принятия декларации, День России, да. Все верно, 12 июня. 12 июня, конечно. Итак, Андрей, День Святого Валентина, как уже сказал ваш коллега, это бизнес, коммерция, чистой воды. То есть Спартак ведет вечеринки, ну, говорит, что не ведет. У нас, да. Вячеслав устраивает пиар-акции против, тем самым зарабатывает себе такой политический капитал. Так где любовь, какая связь? Ну, вы знаете, я думаю, что есть две большие разницы. Дня Святого Валентина там, где он появился, и то, как он проводится у нас. Там, где он появился, то есть какая-то духовная основа под это дело. Вот, я изучаю праздники, я в них не участвую, как говорится. А был ли Валентин? Был ли Валентин вообще? Существовал ли как реальный персонаж? Об этот вопрос можно адресовать многим, знаете, товарищам. Или это просто красивая голливудская история с высокодуховным финалом, как вы считаете? Я думаю, что это очень красивая и привлекательная форма. Которую можно продать. Для нашей молодежи, да, которая в нашем медийном пространстве, конечно же, выглядит гораздо привлекательнее, чем некоторые праздники популярные у нас здесь, наши, отечественные, грубо говоря. Вот, то есть привлекательность... А чем, тыквой? Нет, вы сейчас про Валентина говорите или про тыкву? А я уже переместилась на Хэллоуин, да. Там, я понимаю, то есть купидончики, плюшевые мишки. Тыква, да. То есть привлекательно то, что сейчас у нас в моде, да, нынче, переодевание, косплей там и все такие формы, да, которые... Во что вы переодеваетесь? Да, и так далее. Я ни во что не переодеваюсь. Вы изучаете, как другие это делают, да. Ну, чаще всего в контексте, в общем контексте праздников, да, то есть я имею понятие и об этом, и об этом. Вот, поэтому я думаю, что общая волна, вот эта шумиха, да, насчет дыхания... А как вы считаете, если на День Петра и Февронии начнут переодеваться, он станет популярнее, чем Хэллоуин или День Святого Валентина? Ну, вы знаете... То есть все дело в атрибутике сегодня? Я думаю... Во что надо одеться? Нужна более глубокая традиция празднования этого, то есть праздника, то есть она появилась же недавно, то есть существует как праздник давно, да, но вот на таком общегосударственном уровне или общенациональном уровне... Ну, давайте подумаем, во что нужно надеть Владиславу, чтобы День Петра и Февронии был популярен? Как вы считаете, какой можно придумать костюм? Ну, это некорректный вопрос. Я думал, если я надену костюм как-нибудь. И в госсовет. В госсовет. Я не знаю, это эльф или что? Популярность добавлю. То есть я думаю, что все-таки должна быть какая-то сначала акция, да, то есть для того, чтобы популяризировать сведения об этом празднике. Ну, спросите сейчас любого человека на улице, когда этот праздник, да, и что нужно делать главное на этот праздник, да? То есть нет никакой механики, вы имеете в виду? Куда идти, что делать, что дарить? Формы, формы, да. Да, эстетически привлекательной формы для современного молодого человека. Подумайте, можно ведь продавать День Петра и Февронии, на самом деле, нет? Для молодого человека сейчас, то есть ее привлекательной эстетической формы нет. Есть только духовная основа, которая там родилась в православии, которая, то есть сейчас позиционируется. Но вы знаете, что в Крыму заграничные праздники, они закрепились еще с украинских времен. Начиналось все как вполне безобидное явление, но сегодня там и День Победы упразднили, советуют праздновать на европейский манер День Примирения 8 мая. Вы хотите похожее что-то здесь? Ну, вы знаете, это совершенно, на мой взгляд, неверное сравнение. То есть одни праздники Хэллоуин и, соответственно, который, то есть и, о чем мы говорим, о Дне Святого Валентина. И тут вы вдруг перескакиваете на событие, которое реально было в нашей истории. Так, а здесь начиналось с этого. В котором все написано. Да нет, вы... А вы знаете, что церковь Сатаны, которая существует в США, она называет Хэллоуин одним из двух своих главных праздников. И эта же Сатанинская церковь, она сразу через пару месяцев после Майдана была законно зарегистрирована в Украине. То есть как вам перспектива такого совместного празднования с подобной публикой? На Украине, да. Вы знаете, я думаю, что все-таки сначала появился Хэллоуин, а потом Сатанинская церковь, а не наоборот. Вот, следовательно, Сатанинская церковь просто подмазывается под этот праздник. То есть она просто берет его как, ну, некое оправдание своему существованию. То есть праздник Хэллоуина... Зачем нам этот праздник? Объясните мне. Вы про церковь или про праздник? Я про вашу позицию. Да. То есть объясняю. То есть это временное явление. И история сама рассудит, какие нам праздники нужнее. Вот, поэтому ничего иностранного, которое здесь не ляжет на духовной основе, не закрепится. Так же произойдет и с Хэллоуином. Будет чистая форма, будут ребята бегать, одетые в скелетиков. Вот и все, что произойдет. На более глубоком основании никто тут, я надеюсь, церковь Сатаны не откроет. Ребята, одетые в скелетиков, это чистая форма? Или в разрисованных скелетах? Или ребят с топором? А потом это все превращается, вы знаете, во что. Если подросток считает, что нормально надеть на себя костюм скелета, взять в руки топор и промчаться по улице, то что будет дальше? Я скажу следующее. Вот вам недавно сказал, что Ян сказал о том, что у нас существуют праздники, в котором переодевание происходило и до всяких Хэллоуинов. Одевали там то ведьмы, то еще какой-то наряд. И ничего страшного не происходило. То есть за славянскую нечисть все нормально. Все как-то нормально на это реагировали. А армянскую? Да, я думаю, что на всех нерскосов в том числе. А теперь вдруг, неожиданно, мы сразу начинаем думать. Все плохие, а эти наши. Да, эти же, соответственно, как-то из нашей культуры, а вот это все из-за рубежа веяния. Я поняла, вы из-за больше нечисти хорошие разные. Итак, Олег, вы кузнец? Да. А вот вы помните фразу из фильма «Из формулы любви?» Она не одна, она с кузнецом придет. И никакой любви. Вот вы из таких или вы тоже боретесь против демографического взрыва? Да нет, знаете, нельзя быть в этом. Этот мир нельзя вообще воспринимать как черное и белое. Он имеет тысячи... Вы отрицаете День Святого Валентина как праздник? Я отрицаю День Святого Валентина для нашей культуры, для нашего народа, для нашего этноса. А на День Святого Валентина еще при Украине вы разве не создавали кованые розы? Не было такого? Мы. Мы ковали, мы не ковали валентинки, мы не ковали розы, да. День влюбленных мы вообще считаем, что День влюбленных... Сердечки, по-моему, все-таки были. Ну, сердечки мы делаем постоянно и каждый день, и с детишками, и с женщинами, и с взрослыми. И я вообще считаю, что признаваться в любви... Раз в год это как-то и не по-русски еще, да? Да, это вот как 8 марта, извините, я уже параллель проведу, да, мы, когда мы приносим цветы женщинам, дарим на 8 марта. А где каждый день, а где... Вот Владислав точно за то, чтобы дарить женщинам цветы каждый день, да, без повода? Ну, по возможности, естественно. Поэтому я не против влюбленных, я не против признаниям в любви, но надо все-таки... Вот представьте, а если не влюблен, а День всех влюбленных, так что, никаких шансов тогда получается? Ну, я не знаю, одна из легенд о Валентине, да, их несколько, о Святом Валентине несколько, что он благословлял там однополые браки. Как вам такое? Было? Ну, это не исторический факт. Не доказано, но говорят, да. Да, есть несколько легенд, во всяком случае, я знаю 4 легенды о Валентине, как это и почему это происходило. Вот, поэтому надо смотреть в корень этих праздников. То есть, а вы подкованы просто так? Ну, я кузнец. Вот, а кузнец, корень ков, вообще, он переводится как умение и знание. Не сила физическая, ничего. Поэтому коварство, это тот же корень. Ну, это я имею в виду так, в плане Дня Святого Валентина, очень идеологически подкованное. Не, ну, я сам музеолог по последнему своему университету. Я музеолог, естественно, я изучал эти темы, я изучал религии, всевозможные религии. Почему вы против праздников? Вам просто не с кем праздновать или вы экономите? Я не против праздников, понимаете, я не против праздников, но я... Еще один повод сделать приятное любимому человеку. Да, ради бога, можете праздновать каждый день. Я про вас сейчас, про вас. Я был хороший такой, типа стихотворения, да, то День танкиста, то артиллериста, то Кристины. Мы про День любви Святого Валентина, да, танкисты я понимаю, да. Лишь бы праздновать можно праздновать день рождения Сталина. Можно праздновать день рождения Бандеры. Да, ну, а почему нет? Если вы празднуете день рождения Ленина, почему не праздновать день рождения Бандеры? Я могу вот этот вопрос. А вот к эльфам вы нормально относитесь? Как вы считаете? К эльфам, как к игре, некой игре. А как можно к ним еще относиться? Просто как... Да, нет, ну, все-таки это эпос, это все нормально. А вдруг вы встречались с эльфами? Вдруг встречались, я просто об этом. Нет. Поэтому относиться к эльфам, ну, как к сказке и не более. А Валентин вам насолил, судя по всему, да? Если эльфы... Я говорю, а Валентин вам насолил, судя по всему, да? Нет, он не насолил, я не говорю, что он насолил, я просто говорю, это не наша культура. Праздник – это праздник. Игра – это игра, я понимаю. Выйти там поддурковать, извините меня, культуролога, да, это одно, а праздновать – это совершенно другое. Вот, вот, я в этом смысле хотел сказать. Но 8 марта он тоже был когда-то праздником, который, как вы помните, совсем не наш. Ну, знаете, 8 марта тоже можно смотреть с разных позиций. Можно, я поняла. Итак, Ксения, кто вы? Так, подождите, отменить 8 марта? Нет. Вы говорите, что с разных позиций? Минутку, да. Вот, с разных позиций, знаете, есть такие легенды, утверждения, что 8 марта, оно почему-то странным образом совпадает с днем. А вы когда на 8 марта букет цветов покупаете, вы думаете о культуре, о возрождении, о чем? Нет. А, вы, может, не покупаете просто, да. Зачем покупать, если можно самому сделать? Подарок своими руками. Покупаю 8 марта, оно принято. Меня с детства приучали к этому празднику, так сказать. Вот, нормальное отношение к женщине, женский праздник, это вполне нормальное явление. Спасибо, вернемся в сказочный мир. Итак, Ксения, вы кто? На сегодняшний день прямо в этой студии я представляю точку зрения ролевиков, толкинистов, крымских толкинистов, ну и в том числе косплееров. Вы эльф, кто? Да, а если брать мой образ в ролевом мире, то я представляю несколько персонажей. Если это игры, на которых не хватает мужских персонажей, а такое иногда бывает... Сколько у вас сидит сейчас, кроме эльфа, кто у вас еще сейчас? Я могу играть разные роли на разных мероприятиях. В одном костюме? В разных костюмах. А сейчас вы кто? Сейчас я Лиана. Эльфийка Лиана. А кто еще может быть? Еще может быть король Финган. Еще может быть, ну если мы берем вселенную не эльфийскую, да, уходим уже в другую вселенную, то, например, если мы берем «Игру престолов», то там я вполне с радостью отыгрывала бы роль Дейенерис. А давно это с вами происходит? Ну, смотрите. То есть вы и мальчиков, и девочек играете, правильно я понимаю? Я могу играть и мальчиков, и девочек. Да, но в данном случае не играет роль Пол, играет роль персонаж. В 10 лет я прочитала впервые книгу «Хоббит», которая была написана Джоном Руэлом Рональдом Толкином. Мы с тех пор влюбилась и в произведение, и в манеру написания. Вы понимаете, вот теперь откуда версия про Валентина и однополые браки? Я вам уже говорил, это элементарно, это игра, это не праздник, это ее игра, это ее увлечение. Все. Я сказала, что это игра. А что это для вас жизнь? Вы в сказочный лес убегаете от проблем или от чего? Я не убегаю от проблем, это мое времяпрепровождение, которое вполне разумно мною выбрано. И используется, да, в некоторых случаях я с радостью встречаюсь с друзьями-ролевиками, чтобы обсудить те проблемы, которые в реальном мире уже, скажем так, достаются. Так а вы где живете, в России или в Средиземье, ответьте? В Крыму. А в Средиземье я ухожу, когда у меня есть на это время. Как часто это бывает? Это бывает раз в месяц обязательно, а когда проходят игры... Телепортация. А в вашем мире какие праздники отмечают? В нашем мире, в ролевом мире, если брать Средиземье, потому что, опять же, я поклонник ни одного фэндома. В Средиземье есть день рождения Бильбо и Фродо, который отмечается в сентябре, есть день рождения Толкина. День всех влюбленных, Хэллоуин? Нет, такого нет. Петра и Февронии? Нет. Дело в том, что образ этого мира профессором был списан с человеческого мира. Профессор был христианином. Владислав, надо законодательно заняться этим, я думаю. Запретить? А это как Владислав решит. А вы хотите, чтобы вас запретили? Ни в коем случае. А что с ними делать? Что делать с эльфами? С эльфами? Да, в Крыму. Я тоже к этому отношусь как к игре. Вы тоже переодеваетесь? Нет, нет, то, что говорит Ксения. Я к этому отношусь как к игре. Конечно, это забавно. Ну, наверное, человеку, который в это не погружен, это кажется где-то смешным, где-то это воспринимается несерьезно. Но человек, который действительно увлекается этой культурой, этими книгами, наверное, это имеет смысл. Это действительно образ проведения какого-то времени. Я прошу прощения. Всероссийская перепись «Население по Крыму» — это серьезное мероприятие? Конечно. Знаете, у нас вопросы будут для третьего тура. А вы своего эльфа уже нашли? Личного эльфа, любимого? Ну, да. Ну, может, я не знаю, какие они бывают? Не, ну, своего эльфа друга, любимого, сверстника, компаньона. Слушайте, у вас прям... И там... Ну, эльфы же разные бывают. Ну, вам виднее, да. Так может, все-таки в реальную жизнь вернуться и просто найти себе мужа? Ну, а в данном случае... У вас я даже не знаю, у нас есть тоже, ну, как бы... А у вас я даже не представляю, что там. В реальной жизни я представляю себе достаточно успешный пример староста третьего курса, который через несколько лет планирует выйти замуж. Вы на пары так заходите? Нет. Но на пары я приходила так, когда у нас была конференция, проводимая нашим научным историческим обществом по миру Толкина. Мы попытались посмотреть... Эльфы учатся на эстфаке, да? Да. А почему вы не в костюме Василиса Прекрасная? Я не знаю, там как-то нет. Квест можно еще по преступлению и наказанию Достоевского, например, переодеться так. Конечно, это было бы замечательно. По преступлению и наказанию было бы проще. Второй процентчицей, да. А вот Василиса Прекрасная, это достаточно дорого, это должен быть хороший, красивый косплей, потому что это слепове сделано. А почему пушкинисты не бегают с дуэльными пистолетами, не переодевать? Бегают так же, как и вы? Российское движение ролевиков есть. Есть реконструкторов, которые бегают в исторических костюмах, и встают вполне исторические события. Есть те, которые бегают в костюмах Пушкина, то есть люди... Кот ученый там ходит. Конечно, кот. Костюм кота знаете, сколько дорого стоит сделать? Я не знаю, я не переодеваюсь в кота. Ну вот. А сколько стоит вот... Это достаточно бюджетный вариант для представительских мероприятий. Пять тысяч. Итак, Владимир, вы скучаете. Нет, абсолютно. Вам весело? Внимательно слушаю молодежь, и мне очень все нравится. Вы не хотите подключиться к ролевым играм? Нет, конечно. Я в этом ничего не понимаю. Вы православный издатель, правильно? Я понимаю. И вы против зарубежных праздников категорически. Провокационный вопрос. Я не против зарубежных праздников. Скажите, а книги сжечь можно? Ну, смотря какие. Можно. Ну, смотря какие. Какие можно? Ну, что-то нескольте. Карнеги там. Кастанеда. Можно сжигать смелые и не задумывать. А про Хэллоуин можно? Не буду говорить. Хочу убежать молодежь. Вы думаете, эльфы обидятся и улетят? Мы так азартно рассказывали. Я, в общем-то, толком этого ничего не понимаю. Но я просто понимаю, что наши дети... Слушайте, но Кастанеда классик, мне кажется. Нет? Давайте Кастанеду опустим. И опустим, скажем, то, что у меня задали вопрос. Кастанеду не сжигаем. Я понимаю. Сжигаем. И Кастанеда, и Карнеги, всех туда в топку и без проблем. А Библию и Иван выносим здесь на сердце. Вот. Что хотел сказать? Что, к сожалению, то, что... А долг не оставим? Я не знаю, честно. Я просто невежественный. Поэтому, как они невежественны в наших традициях, в нашей культуре, то я невежественный в их ситуациях. Поэтому я хочу детей судить. Мне очень нравится. Они такие подкованные, образованные. Так прекрасно говорят. Но они не знают тех наших традиций. Ну, вот говорили о том, что Масленица и Хэллоуин это одно и то же. И там, и там сжигают. Масленица и Хэллоуин. Давайте говорить... То есть чучело Масленицы сжигать можно, да? Россия развивалась тогда, когда приняла крещение князя Владимира. Подусловно, это наша православная русская христианская цивилизация. И поэтому мы привержены наших традиций и христианских праздников. Мы уже представили здесь вместе. Это и Петр и Феврония. Это и жены мира. Владимир, а чучело сжигать на Масленицу можно? Как вы считаете? Ну, я не знаю. Ну, подумайте, ну как? Ну, пускай сжигают. Ну, это все язычество. Но если людям хочется отыграться, есть у нас население, которое вот приверженцы язычества. А на Ивана Купала через костер? Как вы к этому относитесь? Они пока не пришли... Прыгать или нет? Они пока не пришли к истине. Поэтому, конечно, они там еще пока бегают с Хэллоуинами, с Валентинками, сжигают. А когда они уже придут, когда они будут посвящены пониманием все смысла бытия человека на земле... А что такое понимание бытия человека на земле? Это спасение бессмертной души, кто живет в каждом из нас. В вас, в них, во всех. То есть вы считаете, что Ксения это мракобес? Нет, почему? Я такого не сказал. Она просто невежественная девочка, которая не знает нашей традиции, нашей истории, нашей культуры. А откуда в ней это невежество? Ну, потому что, к сожалению, наше поколение... А Спартак? Не знаю. Спартак христианин сказал. Он сказал христианин. И он армянин. И армяне это один из форпостов христианства в Закавказье. Когда армян обзывают хачами, они понимают, что хач это крест. А он дарит валентинки и переодевается на Хэллоуин. Ну, опять же, что он армянин, невежественный в христианстве. Вот и все. Он прекрасный человек. Может, прекрасный парень, может, прекрасный муж, прекрасный там жених. Но он невежествен в этом вопросе. Вот и все. Вот я не хочу там обидеть, но вы там не так не смеете. Я говорю, как я думаю, как это есть на самом берег, к сожалению. Поэтому я говорю, потому что, к сожалению, наше поколение комсомольско-советское не привило нашим детям культуру нашей христианских тысячелетней традиции. Вот и все. А кто виноват, коммунисты? Ну, конечно. И коммунисты в том числе. Безусловно. Они оторвали, навязали нам и 8 марта, который у нас есть праздник Жены Мироносицы, когда мы действительно приходим. Это вторая неделя, второе воскресенье после Пасхи. Когда мы действительно приходим, празднуем наших матерей, жен, девушек наших, невест. Дарим цветы, дарим подарки. Понимаете? А 8 марта... Вы не отмечаете 8 марта, да? Конечно. То есть, как бы вы не покупаете... Абсолютно нет. Ну, когда-то, конечно, по молодости покупал и розовые такие, и гвоздики. Все было, безусловно. Пока был комсомольцем. Сейчас, слава Богу, я пришел к вере, и Господь меня просветил, в общем-то, в истине. Я не говорю, что я святой, я многогрешный, но стараюсь жить по заповедям. Стараюсь спасать бессмертную душу. То есть, получается, вы, пока мы не перешли в Россию, вы ковали розы, вы дарили валентинки, правильно? Нет, конечно. Я вообще никогда не дарил мне валентинки, никогда не... Я, слава Богу, уже 30 лет в православии. Не, ну вы это цветы на 8 марта как-то дарили, правильно? Дарил, да, дарил, конечно. А вы, валентинки, ну, сердечки-то делали? Когда был молодым парнем, там, и в школе, там, и после армии, там, дарили. Было такое, безусловно. Но тогда ничего не было. Тогда у нас была одна система госсоциализма. Вы за то, чтобы запретить в стране 8 марта, так? Конечно. Конечно. Это абсолютно не наш праздник, День израильских блудниц. Этот праздник всегда попадает на сквернение нашего православного поста великого, потому что он практически... Какой израильской блуднице? Новый год. Кого вы имеете в виду? Всех израильских блудниц. Всех? Да, которые были в Израиле. А что праздновать-то будем? Жены мироносицы. Второе воскресенье после Пасхи. Петра и Февронии. Будем праздновать День Победы Куликовской битвы. Наши дети, вот они бегают, эльфы, там, они вымышленные песна. Вот они, многие ведь дети не знают, что у нас есть прекрасные именно те герои, которых можно реально переодеваться, можно реально их восхвалять и быть, одевать и карти, и костюмы. Ну, я пример приведу, если даете... Понимаете, что люди хотят веселиться? Ну, это будет весело. Это будет весело. Будет весело что? Когда Александр Невский в 21 год. Сколько вам лет? Достаточно. 41. 41? Александр Невский, рассказываю для вас, для всех, и для студии, для телевидения. В 21 год. Эльфийки 20 всего. Разбил на Чудском озере отборную группировку лучших немецких крестовцев воинов. Понимаете? В 21 год. Неужели мы не должны радоваться... Может, крестовый поход освободим? Зачем крестовый поход? Ну, не надо. Зачем? К крайности. К крайности. Мы защищали свою отечественную землю, где мы живем. Зачем? Зачем крестовый поход? Ну, отменить 8 марта? Это не крайность, как вы считаете? Крайность, конечно. Так вы же за. Ну, это хорошая крайность. К чему придем-то? Праздник же номера носится. И будем праздновать. А продавцы цветов не? Будут продавать на 8 марта. А так они на 8 марта и номера носят? Ну, зачем на 8 марта? Ну, я же вам сказал, что 8 марта попадает весевая христианка православная. Я думаю, что вы крещены в русской православной церкви. То мы всегда празднуем в этот день, в этот день попадает на день Великий Пост. В это время, 50 дней, мы не примем там ни мясо, не стараемся поститься, стараемся бороться с своими грехами, не осуждать, не завидовать. Это вот есть такие вот моменты нашего поста. Владимир, а елку и подарки на Новый год вы бы тоже предложили запретить? Ну, почему? Это прекрасный праздник. Прекрасный праздник, да? Это прекрасный праздник. Он ведь тоже с Запада пришел? Ну, почему не с Запада? Новый год и наш праздник. Нет. Не ходится на пост. Изначально-то. Ну, как это нет? Ну, всегда было Рождество и Новый год. В начале был Новый год по старому календарю, настаточку было в 13 дней. В 36-м году вы придумали Новый год в советские власти. Давайте, до 36-го года была православная Россия. А в 29-м отметили. Владимир, до 32-го ориентируется. В 29-м году было принято крещение. У нас были приняты праздники. И Рождество Христово, и Новый год, и Сретение на всеми отмечаем. Для этого будет третий раунд. Вы успеете задать свой вопрос. Да, Владимир, что делать с влюбленными? Куда их? Мне сказали. Всем ждать Петра и Февронии. Праздник Петра и Февронии. 25 января. Пожалуйста, можно... У нас все студенты, все молодые. Пожалуйста, можно влюбляться. Можно... Что дарить на Петра и Февронии вместо Валентинки, Купидона, Плюшова? Какие? Я не знаю. Какие вы дарите? Цветы. Я? Чтобы не ввести во грех. Какие подарки можно? Кого? На Петра и Февронии. Меня во грех? Вас? Нет, я не вас имею в виду. А что мне? Чтобы вы не ввели во грех или тех, кому дарят. Очень много можно подарить. Можно подарить икону Петра и Февронии. Икону Петра и Февронии. В дар в семье, чтобы на благополучие ценностей семейных, христианских. На взаимоотношения, чистоты, любви. Шампанское можно? Можно. Почему нельзя? И водку можно. Только все в разумных пределах. Можно все? Можно все в разумных пределах. Пейте, но не упивайтесь. Совсем все? Потому что, конечно, вот эти все праздники восстанавливаются свыше. Потому что всем миром правит Господь. Поэтому мы должны понимать, что если мы идем против заповедей Божьих, кто отнимается от человека благодать, Духа Святого. Спасибо. Итак, время второго раунда истекло. Теперь слово судьям. Итак, Андрей, подводя итоги второго раунда, что можете сказать по поводу выступления наших команд? Оправдали ваши надежды? Вы знаете, второй раунд был достаточно жесткий. Вячеслав и Спартак удивили своей энергичностью. Уверенностью, успокойствием и подкованностью удивил Олег. Владимир был категоричен, но было приятно, что человек действительно знает то, что он говорит. Но победу в этом раунде я бы отдал ведущей. Потому что раунд благодаря ей был еще веселый. Когда она попросила Вячеслава возглавить сказочный мир, однозначно победила ведущая. А для команд в этом раунде от меня ничем. Я думаю, ей будет приятно. Ольга, ваше мнение, кто сейчас был сильнее? Я однозначно победу отдаю синему углу раунда. Вячеслав молодец, умничка. Он отстоял позицию наших родных праздников и подкупил тем, что он готов нам, женщинам, дарить цветы не по праздникам, а каждый день. Его аргументы были сильными. Аргументы Олега были категоричными, но тоже довольно весомыми. Ну, а аргументы противоположной стороны, ну, скажем так, в этом раунде подкачали. Поэтому однозначно победу отдаю синему раунду. Спасибо. Владимир, вы хотите отказаться от 8 марта ради христианского праздника, но Крым многонационален. Почему вы думаете только о православных? Потому что праве мусаммане тоже не применяют праздник 8 марта. Отмечают? Не отмечают. Это тоже, значит, не бежественные мусаммане. Портодоксальные мусаммане не отмечают праздник 8 марта. Это прекрасно. Хорошо, вы хотите христианский праздник, а мусульманам что тогда отмечать? У них и свой праздник. Я не знаю, когда, какой день, но, безусловно, тоже отмечают свои праздники. Хорошо. В другом конце этого ринга находятся представители молодежи, которые хотят разнообразия в жизни за счет праздников. Может быть, стоит прислушаться к молодежи, ведь это их будущее? Да, ради Бога, мы не против праздников. Мы не против праздников. Каждый человек должен иметь какой-то стержень, какую-то направленность, а не бросаться от одной религии в другую, а от одних и стоят, другие и стоят. Вот за это праздник ради Бога, праздники День влюбленных, вот каждый день. Ради Бога мы будем кузнециковать им сердечки и дарить. И на Петроферонию почему бы не подарить сердечки? То есть вы за праздники. Спасибо большое. Владислав, но, может быть, все-таки в вашем случае речь идет об экономии? То есть вы готовы только один раз отмечать праздник любви 8 июля, чтобы 14 февраля ничего не дарить? Соличка, я уже ответил. Я считаю, что женщинам нужно дарить святые каждый день. То есть 14 февраля вы тоже готовы отмечать? Ну, 14 февраля можно просто подарить девушке цветы или женщине, любимой или жене, супруге и так далее. Просто не потому, что это 14 февраля, а просто для того, чтобы поднять ей настроение и сделать ей приятно. Но это не обязательно делать 14 февраля, это можно делать любой день этого года и так далее. Спасибо. Ксения, скажите, вы не знаете, почему все посмеивались, когда вы говорили? Я знаю, почему все посмеивались. Собственно говоря, это вызывает и мой костюм, и та роль, которую я сегодня выполняю. На косплееров и на ролевиков сегодня принято смотреть с усмешкой. Вам в жизни от этого не обидно? Ни в коем случае. Я вижу радостные улыбки на лицах людей, когда иду по родному городу в таком костюме. Спасибо. Андрей, судя по всему, судьи в этом раунде отдали победу синему углу. Что будете делать в следующем раунде, чтобы победить? Не знаю. Задавать провокационные вопросы, наверное. Вы припасете их уже для следующего раунда, мне не расскажете? Ну, конечно. Меня поразил второй раунд. Я не привык отвечать сразу. Я привык сначала обдумать хорошо, свесить все за и против. Это была для меня, конечно, новость. Я так давно уже быстро не отвечал. Спасибо. Будем надеяться на это. Скажите, вас обвиняют в невежестве в целом вашу команду, то, что вы не знаете свою историю. Какие будут контраргументы в таком случае? Ну, судя по тому, что высказывали наши оппоненты, мы немножко лучше разбираемся и в православных праздниках, и в каких-то еще дополнительных. Поэтому о невежестве, наверное, лучше обратиться к противоположной команде. Что ж, посмотрим дальше. Итак, во втором раунде, опять-таки, раздельным решением судей победа отдается команде в синем углу сторонников традиционных русских праздников. Таким образом, по итогам двух раундов у нас ничья. 1-1. Впереди третий решающий раунд. 3-й раунд. Полный контакт. Правила третьего раунда просты. Каждый из участников обеих команд должен задать вопрос оппоненту в другом углу ринга. Вы вправе обращаться как к конкретным людям, так и к команде соперников в целом. Ограничения по времени ответа нет. Остановить схватку могу только я и судьи. Итак, начинает ваша команда. Мне кажется, вам бы подошел образ Наташи Ростовой. Вы не думали об этом? Думала. Мне очень нравится это произведение. А эльфийский язык вы свободно владеете? Не свободно, потому что это очень сложный язык. Ваш вопрос к команде оппонентов, пожалуйста. Уважаемая команда, как православная христианка, я точно знаю, что на праздник Петра и Февронии вам задавали вопрос, что нужно сделать и какой бренд к этому придумать. Я точно знаю, что надо пойти в церковь. Не считаете ли вы, что добавление вот такого брендирования в исконно православные праздники, в которые нужно заниматься своей душой, делает их не совсем того уровня, которым они были изначально? Зачем противопоставлять их и делать их конкурентами западным праздникам? Пожалуйста. Я бы разделил в данном случае культуру и религию. Мы, говоря о празднике Петра и Февронии, говорим о религиозном празднике. Говоря о дне любви, семье и верности, мы говорим о празднике культурном, который понятен нашей стране, который несет пропаганду семейных ценностей и так далее. Ведь на самом деле западные праздники, что они несут? Они несут пропаганду свободных отношений, нетрадиционных отношений, в том числе сексуальных и так далее. Мы об этом еще поговорим, я думаю. То есть вы считаете, что ваши оппоненты поддерживают это? Нет, я говорю о том, что несут иногда эти праздники, и это культура массовая. Вы против сексуальной революции, я помню, да. Да, да. И относительно этого праздника, вот здесь, как по мне, нужно разделять культуру и религию. На самом деле, то, что мы делаем такие ценностные вещи для русского мира, понятные, а не чуждые, мне кажется, это абсолютно нормально, правильно, и это действительно укрепляет нашу культуру, культуру России. Олег, задолись? Я согласен с этим мнением, и я, в принципе, считаю, что действительно каждый праздник, каждый праздник, это настолько глубокое понятие, именно не то, что в религии, а хотя бы в вере, потому что это тоже не одно и то же. Вот, если мы празднуем... Ну, какое понятие заставило бы вас переодеться в костюм, я не знаю, ну, не эльфа, ну, эльфа, например? Ну, знаете, я... У Ксении ведь тоже есть душа и какое-то понимание. Я переодевался в другие костюмы, да, я с реконструкцией связан, но, естественно, не с толкинизмом, это понятно, вот действительно, от настоящей реконструкции, вот, я тоже переодевался в разные образы, это все, это образ, это игра, это какой-то сценарий, который ты... Посмотрите, Ксения, она православная и она толкинист. Вы считаете, что одновременно быть православной и толкинистом, это невозможно, на ваш взгляд? Я считаю, что у человека должен быть какой-то стержень, естественно, какой-то вектор вообще по жизни. Мы когда сюда заходили, Ксения, вы, извините, я подметил, вы перекрестились, перекрестились как православная христианка, да? Вот как вяжется... Как Наташа Ростова. Да, как вяжется это вот с эльфами и с вашими убеждениями толкинизма, я не понимаю, наверное, это будет... А как вы это понимаете? Мой будет следующий вопрос, я уже немножко опережаю события, да, поэтому я, честно, все прекрасно знают, что я православный, но я не христианин. А вы читаете отчинаш или какую-то эльфийскую молитву? Эльфийских молитв в полном понимании этого слова не существует, я читаю православный молитв. Я повторюсь, я православный, но я не христианин, я вообще не приверженец ни к одной религии. Вот, я их ставлю на один уровень, я их просто изучаю. Вы знаете, как это, православный, но не христианин? Ну, я приверженец ведической культуры. Ведической культуры? Ведической культуры, да. Ведическая, это наша древняя культура, ведизм, ну, я не буду сейчас объяснять, и тем более пропагандировать. Вы верите в православного Перуна? Да, и в Перуна, и в Ярила, и в Сварага. Да, я в это верю, да. И это мне не мешает праздновать. А вы когда-нибудь такое слышали? Не, ну, есть... Ну, почему? Я скажу, есть православные христиане, есть правоверные мусульмане, есть ортодокстальный язычник, ортодокстальный язычник. А как с ними быть? Это его право. То есть все нормально, да? Вера не навязывается при помощи Тапара и ножа. То есть, получается, сжигать книги Кастанеды и Дейла можно, а... Я бы сжигал, лично мое мнение, и многих моих товарищей, и янамышников, и в эти книги сжигал. А те, кто с Перуном, с ними все нормально? Ну, почему? Это все наше, правильно? Все, что приходит к нам с Запада, в России, к сожалению, в течение уже многих веков, у нас это или революция, кто направится сюда, кровь в гражданскую, ну, или санкции. Ну, мы все это знаем прекрасно, поэтому дальше не будем дальше ничего. А если бы на Ксении был костюм, я не знаю, ну, Баба-Яги, там... Да прекрасные костюмы. А, все хорошо? Мне абсолютно нравится ее костюм, она прекрасно говорит, она просто... Ну, она еще молодая, у нее все впереди, она еще немножко похлебает радостью, скорби. Так, может, пусть носит костюмы, и вы просто перейдете на их сторону? Не, зачем? Я не... Почему не в сторону? Я против праздников, то, что не праздник. Ну, за костюмы, девушка в красивом костюме. Да прекрасный костюм, красивый. Итак, вы на вопрос Ксении еще не отвечали, да, Владимир? Ну, я, извините, я не закончил. Я не отвечал, я не закончил, я к чему это все подводил. Дело в том, что... Мы говорили о ценностях и о душе, что у Ксении немного другие отличные. Я праздную, я праздную Пасху, и все. Я в сознательном возрасте вместе с тремя детьми и женой мы были... А Курбан-Байрам празднуете? Вот. Ну, как праздную? Я отмечаю это. Я участвую в празднике, да. Мы с женой, с детьми, мы пошли, мы крестились. А буддейские праздники? Вот. Поскольку я в них плохо разбираюсь, поэтому... Но если будете разбираться лучше, то можете... Или календарь, если подарят. Это не значит праздновать. Изучать, где-то проигрывать. Вот именно... То есть праздновать по-дилетантски? Нет. В празднике в этом изучать эту религию. Вот. В таком отношении. Я к чему... Вы ответили на вопрос, как вы считаете? Нет, я... Вы меня немножко... Давайте коротко, да, отвечайте. Но я отмечаю христианские праздники. Да, хотя не христиане... Вы об этом разве спрашивали? Потому что это традиции моего народа. Это традиции моего рода, да, и тех людей, которые испокон веков живут со мной рядом. Спасибо. Может быть, Владимир все-таки даст ответ на ваш вопрос. Вопрос помните? Нет, потерял сейчас. Потерялись. Повторите, пожалуйста, вопрос для Владимира. Скажите, пожалуйста, зачем православные праздники обвешивать мишурой и делать из них средства пропаганды к государственной позиции? Ну, вы не правы. У нас же никто не делает никакой пропаганды, никто никакой мишурой не обвешивает. Но абсолютно вы не правы. Надо понимать, мы живем с нами, знаете, не в Гондурасе, не в Африке. Мы живем в России. Я хочу для вас всех сказать... Эльфы живут в Средиземье. Я понимаю. Я хочу для всех сказать, если дайте мне 15 слов сказать, чтобы не перебивать их. Что такое Россия? Россия – это страна, территория. Повторяется ковчегом. Что ковчегом? Где хранится какая-то святыня, какая-то ценность. Знаете, вот этот ковчег – государство, в котором живет народ, который сохраняет в глубинах своих жизненной веры православную христианскую веру. И мы являемся хранителя этой веры. И за эту веру мы проливали уже тысячу лет кровь. И мы, конечно, никто не православный праздник, не обвешивает никакую мишуру. Что такое слово мишура? Это наша жизнь, это наша история, это наши слезы, это наша кровь, это наши традиции. Как мы можем к этому мишурам? Вот действительно, в Валентинке это мишура, понимаете? Но опять же, в Валентинке сердце можно, правильно сказал, что можно подарить в любой день девушке выковать сердце или подарить цветочек. Это все ничего плохого не. Но когда это навязывается конкретно с Запада, и когда начинается торгать наши праздники христианские, которые, конечно, в советское время... Владимир, вот вы сказали уже больше 15 слов, Владимир, вы меня слушаете? Вы говорили про Гондурас, да, вы считаете? Да, считал, 154 слова сказал. Вы говорили про Гондурас, о том, что африканские язычники, это плохо, а... Я не сказал, что это плохо, я сказал, что такое Россия. Да. Но вы почему-то упомянули Африку, да. Нет, я сказал, мы живем сейчас не в Африке, мы живем сейчас, живем на территории России. Причем Крым, это не простая земля, Крым это наша православная христианская мекка. Здесь крестился... Так а русские язычники, это хорошо, африканские плохо? Как вы считаете, да или нет, Владимир, да или нет? Нет, русские, да, я сейчас скажу, я не могу сказать ни да, ни нет. Я хочу сказать немножко обстоятельства, это не есть хорошо, но это есть невежество. Это люди, которые не соприкоснулись с истиной, а истина в христианстве, православной вероисповедании. Вы только что сказали, что ценности приходят с Запада, да, к нам сейчас, и они навязываются. Да, на данном этапе, да. В течение тысячи лет они нам навязывались. Ваши оппоненты, это просто агенты ЦРУ? Да нет, глупости, это просто наша прекрасная молодежь. Вот Моссад, эльфы могут быть из Моссада. Ну подождите, я в их годы, я в десятки раз хуже. Вот я сейчас вижу этих ребят, вот вижу... Что вы делали, Владимир? Да все, и пил, и пиво, и курил план, господи меня просить. В чем, в чем, я же я родился в Крыму, понимаете? И бегали в футболы, дрались район на район. Ну я вам рассказываю, если ходите, Владимир, дрались район на район, центральный район, дрался с правовской балкой, с киевским балкой, но все это было. Я в десятки раз был хуже этих детей, поверьте мне. Потому что, ну, я же не хочу их осудить. Просто они еще не достигли этого возраста, который... Я поняла, у вас большой жизненный опыт. Итак, пожалуйста, вопрос от вашей команды. Владимир, вопрос к команде оппонентов. Вопрос к команде оппонентов. Я уже, вроде бы, задал первый вопрос. Когда она настоящая? Когда она крестится по-просту? Или она, когда она эльф? Вот, действительно, вот ее вектор, ну, ее направление. Где игра, где лицемерие? Ваша траектория, одним словом. Да. Ну, я хотела бы начать с того, что перед тем, как сделать свой первый косплей, пойти на первую реконструкцию, я спросила у батюшки. Вы понимаете, о чем она говорит сейчас, да? В данном случае, можно ли читать эту книгу, и можно ли мне этим заниматься? Если бы он сказал нет... То есть вы пришли в церковь за благословением, я правильно понимаю? Да, я пришла в церковь за благословением в данном случае. И если бы мне сказали нет, то есть за благословением, конкретно на изучение данной литературы. На реконструкцию не берут благословение, я думаю, что это в данном случае... Ну, зачем-то же вы пришли в церковь, да? Да, я пришла... То есть вы православный эльф, правильно? Я православный человек. Эльф это другой. И я бы хотела сказать еще одну вещь. Сегодня я пришла в костюме. Могла прийти в официальном костюме, просто мне показалось, в данном случае будет достаточно забавно это подчеркнуть. Кроме того, я занимаюсь... А это только вершиной пирамидки. Владимиру понравился ваш костюм. Очень понравился. Прекрасный костюм. Я занимаюсь научным изучением творчества Толкина, занимаюсь изучением толкинистов по всему миру. То, что они ходят в костюмах, это... А творчество Александра Сергеевича у вас нет? Александр Сергеевич Пушкин меня больше интересует как историк. Его литературное творчество, как по мне, на сегодняшний день уже очень сильно... Там просто не во что переодеваться, да? Ну нет, почему не во что переодеваться, господи. Если мы говорим о Пушкине, Руслану Людмилу, это замечательный кладезь переодеваний. Но вот это только вершина. То, чем занимается современная молодежь, и вот это то, что выставляется на показ, переодевание и вот это беснование, может быть, как вы это называете, это всего лишь то, что... То есть вы допускаете, что это беснование? Я допускаю, что этот термин используют мои оппоненты. И в данном случае это схватывается и показывается, вот чем они занимаются. На самом деле мы занимаемся совершенно другим. И даже на тех же мероприятиях, которые проводятся в честь Хэллоуина, того же Дня Святого Валентина, День Святого Валентина... Ксении удалось активно вас переубедить в том, что все-таки занимаются приличными вещами? Я не вижу. Здесь две противоположности. Игра и духовность. Вот я хочу понять, при чем здесь праздники Хэллоуина, духовность. Вот Владислав, мне кажется, понял, да? Как вы считаете? Вам близко это? О чем Ксения говорила? Да. Ну, я не совсем тоже понял, потому что, с одной стороны, действительно, Ксения нам говорит, что она человек православный. Она перекрестилась, когда заходила в нашу студию, как такой знак того, чтобы все прошло хорошо на эфире. Но при этом она действительно говорит, что это не игра. Я просто думал, что это для нее игра. Но, как я понимаю, для нее это какой-то смысл. Ценностный смысл, который тоже имеет для нее очень серьезное значение. И вот, действительно, хотелось бы услышать ответ на вопрос, что важнее, духовность и православная религия и культура, или нежели то, Ксения, чем ты занимаешься в рамках талкинизма, так скажем? В любом случае, главное значение имеет духовность, причем даже может быть не религия, не вероисповедание, а то, чем живет моя семья, какие традиции... А родители тоже играют? Нет. Конечно же нет. Они воспитали меня в той культуре, которая надумила меня пойти в церковь. Тут вот так вот это работает. Слава Богу. В данном случае. И если говорить о первостепенности, одеваюсь я в косплее достаточно редко. И когда делаю это, делаю для развлечения. Все остальное время жизни я хочу самосовершенствоваться, как успешный человек в будущем. И вот говорили оппоненты о том, что... Все они у нас уже члены молодежного парламента, в республике Крым, которую мы недавно сформировали. А, так вы знакомы, я поняла. Да, но в костюме мы ее не видели. То есть у нас, получается, в молодежном парламенте есть эльфы, и вы же еще... Второй образ — это «Игра престолов», да? А зима близко? Нет. Ну вот, может быть, как раз-таки «Игра престолов» и сподвигла Ксению прийти в молодежный парламент. Ну я занимаюсь исторической реконструкцией, о чем говорили. То есть в данном случае я древний грех. Мы давно знакомы и, в принципе, участвовали в одних мероприятиях, но не связаны с толкинизмом, естественно, а в реконструкции мы связывались. Спасибо. Итак, вопрос... Спартак, задавайте свои вопросы. Я не знаю, какие еще вопросы можно задать. Ну вот вы говорите, там, плохо праздновать День Святого Валентина. Я считаю, что хорошо. У меня друг на День Святого Валентина нашелся смелости признаться своей будущей жене в любви. У них сейчас двое замечательных детей. И не было бы этого... А 12 февраля не нашелся бы, если что? А вот не нашелся. Вот именно 14-го ты решил. Вот подгадал. Молодец. 8 июля мог... У него этих детей, может быть, не существовало. Разве это плохо? Почему можно... Да храни ты, Святой Валентин, да. ...что-то наоборот навязывать. Ведь все праздники, которые у нас существуют, они кем-то были придуманы. Они изначально навязаны. А детей как назвали? Валентин и Валентина? Нет. Аня и Катя. Ну именно... Да, ну не похоже на Валентин. Зато его зовут Валентина. В чем ваш вопрос? А вопрос мой вот в чем. Какие наши праздники существуют? Вот о каких вы говорите? Если вы говорите о христианских праздниках, то они пришли с Востока. Если вы говорите о государственных праздниках, то их просто назначили. Ваш вопрос понятен, Владимир, пожалуйста. Что вы думаете? Можно я начну? А Владимир хотел ответить, да? Да нет, отвечай, отвечай. Вы подумайте пока. Да я отвечу. Мы должны сейчас разобраться, да. И в первую очередь, в моем понимании, вы должны разобраться, что для вас праздник. Вот если так образно, так в высокие материи не вдаваться, праздник, праздник, это то же самое ток-шоу. Это показатель, это пропаганда. Праздник это состояние души. Состояние души. Состояние души исключительно. Нет, это пропаганда, это показ, это зрелищный показ, это сценированный показ какой-то, именно со своей веры и своих убеждений. Можно я знаю. А чем вы, вот с моей точки зрения, что вы пропагандируете хлыбом? Я не пропагандирую хлыбом. Праздникская икона Божьей Матери. Ну еще какой государственный праздник? День народного единства. Все умничка. Это что, пришел с Востока к нам праздник этот? Нет, подождите, христианская вера пришла с Востока. Нет, подождите, я вам задал конкретно, у нас очень много праздников, которые омыты нашей кровью и слезами. И 9 мая, праздник, и пришел к нам с Востока. Форма праздника. Что делать на 4 ноября? Скажите, пожалуйста. Что такое? Как понять, что такое форма праздника? Ну, на 10-го Валентина идут в ресторан, покупают цветы. А какую Валентинку рисовать на 4 ноября? Вечером мы с утра идем в храм, молимся за всех убиенных воинов, которые сохранили нашу землю, которые выкинули с Кремля поляков. Мы благодарим Мининой и Пожарского, приносим к их памятнику цветы, идем к крестным хонам. Потом вечером пойдем в ресторан, сядем, выпьем по 200 грамм водки и закусим киевские котлеты. Переодевшись в Мининой и Пожарского? Не, одевшись в костюм, спортивный, кто уже как хочет. Зачем Мининой и Пожарского? А то уже пусть она переоделась. С радостью. Давай, прекрасно. Будете Мининым или Пожарским? А женщины были в ополчении? Нормально ответил, все в порядке? Нет, просто у вас... Я не знаю, понятно ли вашим оппонентам. У вас один и тот же сценарий на все праздники. Сначала церковь, потом возложение цветов, потом ресторан. Вы говорили о Востоке. В данном случае с Востока нам пришла религия, которая дала нам икону казанской... Она пришла из Греции. Хорошо. Со святой Византией. Вообще она пришла из Израиля. Я добавлю, Господь пришел на землю 2019 лет назад только для того народа, который верил в истинного Бога. Да, Владислав, да. Все эти народы были изыщены. Я добавлю своих коллег относительно того, что значит наши праздники. Они позволяют нам формировать нашу идентичность. Как я уже сказал, у нас сегодня очень непростое время. У нас нет западной культурной традиции такого долгосрочного. У нас традиция немножко перебивалась. Российская империя, Советский Союз, современная Россия. Именно в современной России, благодаря нашим праздникам, мы формируем нашу идентичность. То есть, получается, ваши оппоненты, они разрушают нашу идентичность, правильно? Да, да. И у меня вот даже следующий вопрос. То есть, это угроза национальной безопасности или как? Конечно. Нет, в значительной степени, да. Это действительно угроза нашей безопасности, потому что очень часто под, казалось бы, безобидными ценностными вещами... Уберем эльфов из молодежного парламента? Нет, мы не будем убирать эльфов из молодежного парламента. Ксения будет работать. Она у нас набрала по итогам конкурса один из самых высоких баллов. И это абсолютное ее увлечение не уменьшает ее способности, как, на мой взгляд, перспективной молодой девушке, которой эта сфера интересна. Вы сами себе противоречите, Владислав. Почему? Ну, только что говорите, что угроза национальной безопасности такие как и те, кто переодеваются. Но тут же парламент берем. Я еще раз говорю. Всех берем. Именно взяв Ксению в парламент, мы даем ей возможность реализовать свой потенциал там. Я понимаю, что для нее... У нас много своих ролей других. Кроме эльфа, кто он вы еще? Гребен и Грек. Я уже запуталась просто, да. Я тоже уже немножко. Можно я свой вопрос задам? Вы еще не задавали свой вопрос? Пожалуйста, да. Коллеги, я немножко задам свой вопрос шире, нежели тема праздников, о которой мы говорим. Вот вы знаете, мы... И вот я в своем ответе немножко этот вопрос затрагивал. Понимая, что когда нам навязываются не наши праздники, когда нам навязываются не наши ценности, мы подменяем свое. Мы действительно теряем свою идентичность. Ксения, в том числе, использовала огромное количество иностранных слов, даже мне непонятных, да, как современного... Так вы кивали головой и говорите, что все понимаете. Чего вы? Нет, я слушал и не понимал. Честно, Фереза, молодец. Кейсплей? Кейсплей. Я не знаю, что такое слово есть, даже в иностранном, как бы, тем более в употреблении. Владимир вообще не понял ничего. Конечно. Когда мы это допускаем, мы действительно теряем свою идентичность. А когда мы теряем нашу идентичность, мы понимаем, что это идет экспансия, да. Эти сообщества, которые формируются, неформальные, вот немножко шире праздника возьмем, они формируются с определенными целями. Потом мы получаем государственные перевороты, потом эти сетки задействуются, и те, кто это нам навязывает, они смотрят на это намного шире, нежели смотрят на наши молодежи. То есть, на мой взгляд, навязывание таких праздников, это борьба за умы нашей молодежи. А кто виноват в госперевороте на Украине? Эльфы, тролли, лепреконы? Возможно, они там были, мы не знаем. Ух ты, украинские эльфы. Мракобей, все, что там происходило, это именно и напоминало, что такое. Ваш вопрос. Мой вопрос. Разрушают же, да. Пожалуйста, вы поняли, вопрос да. Значит, во-первых, Владислав, вы только что отставили свою позицию с помощью того, что я сказал еще в самом начале передачи. Я сказал, в 11 веке у нас были одни праздники, в 20 веке другие праздники, потом объединились, и культура, и история определятся, которые из них лучше и останутся. Это то же самое, идентично. Сейчас, минуточку, дайте, я договорю. Что делось у вас? Значит, это я к тому, что вы оправдываетесь моими словами. Второе. Я не оправдывался. Значит, вы говорите сейчас про иностранные слова, которые вы не понимаете. Вы в русском языке пользуетесь невероятным количеством иностранных слов, взаимствованных из разных языков. Навязанных. А теперь у меня вопрос. Вы готовы их выбросить из русского языка и пользоваться старославянским? Нет, не готов. Я понимаю, что мы живем в глобальном мире. Я об этом в самом начале говорил. Я вообще не сторонник запретов. Я сторонник того, чтобы мы что-то делали. Но есть вещи, которые нам навязываются искусственно. Какие-то вещи, если в русском языке есть аналог иностранного слова, но нет слова. У Владимира есть словарь синонима, правильно? Да, потому что компьютер был изобретен для нас в России. Как вы предлагаете? Менеджер. Зачем? У нас есть торговля, продавец. У нас есть кроссворд, который... Есть у нас вопрос, кристословица. А колоземица? Что? Вам известно слово «околоземица»? Как оно вот... А аналог в иностранном языке? К моему невежеству я не знаю это слово. Извините. А телевидение? Как нас заменим? Телевидение как раз. Мы будем говорить телевидение, да. Это есть такие слова, которые безусловно мы не можем. Культура, религия. Но их немного, их немного. Их немного этих слов. Это все иностранные слова. Я отвечаю на вопрос нашей команды оппонентов. Закончу свою мысль относительно того, что если у нас есть наши аналоги, да, опять-таки аналог тоже странное слово. Но любого слова, вот о чем говорили там, условно говоря, кофе-брейк, можно назвать кофе-паузой, да, и так далее. Ну, к примеру, это такое условное... Кофе это тоже не русское слово? Это пример... И пауза не русло. Сейчас поиграем в города. Ну, суть, да. Мы можем сейчас эту полемику продолжать, но я к чему веду? То есть моя мысль состоит в чем? Напиток, ничменный голос. Мы наши должны сохранять и не терять. Мы вот под этой глобальной экспансией очень часто теряем наши. В том числе мы можем потерять и мы, нашей молодежи. Мы это видели и видели своими глазами. Поэтому для того, чтобы не допускать эту экспансию, мы просто должны делать, не запрещая, воспитывать наших детей и наше будущее поколение. А вы джинсы носите отечественного производителя? Ну, наверное, китайского. А на машине ездите отечественного производителя? И в костюме тоже они в этой... Смотрите, как подхватили. Коллеги, мы же не уходим в то, что мы закрываемся, уходим под железный занавес. Нет, мы когда-то это пытались сделать. Это очень плохо закончилось. Но Ксения уже в средневековье давно убежала, да. У железного занавеса получится у русского народа сохранить себя неприкосновенным для иностранного праздника? Только на необитаемом острове. А вопрос даже не в этом. Вот мы здесь с этой стороны, я так скажу, с этого угла, мы говорим о праздниках, да. Вот товарищ говорит о христианских праздниках. Здесь говорят о государственных праздниках. Я говорю о ведических праздниках, да. Мы же не отрицаем масленицу, хотя я не язычник. Я помню, помню, Ярила, Перун, да, да, да. Я не язычник, да. Но даже христианство не отрицается от этих, да. То же самое Каляда, да. Это ведический бог, ну и мы калидуем, мы нормально, мы ходим. Дети... А если эльфы пойдут калидовать, вы не будете против? Нет, но это наша культура, которая шла испоконно. Кстати, к вам стучится эльф. А мы пытаемся со стороны вот что-то взять, вот там, за границей лучше. Вот давайте вот будем им подражать, будем как обезьянки плясать под их дудку. Вот о чем разговор идет. Вы получили ответ на свой вопрос? Да, но... Это очень сложно назвать ответом, да. Можно добавить, да, просто? А вы еще свой вопрос не задавали, кстати, да. Не, ну я могу как вопрос, ответ. Мы не против западных каких-то, да, действительно, западной культуры. Так уже не против? Да можно не перебивать, я же... Можно же по-разному... Вы дезориентируетесь, когда я вас перебиваю? Нет, нет, да, сбиваете сейчас. Я не знаю, что я немощный, слабый, поэтому... Технологии, социальных программ. Очень много, очень на Западе, я еще могу подчеркнуть полезного. Но непосредственно то, что пропагандируете вы, это действительно правильно сказать, что это есть. Почему пропагандируем? Ну потому что вы... Мы не запрещаем. Ну и плохо. Мы отдыхаем. Мы против... Ну сейчас у нас будет Содом сюда подкидан с Запада, революция. То есть мы все прекрасно знаем, что пришло сюда с Запада, что пришло к нам в хорошую штуку, кроме Мерседеса. Ну что скажите? Ну, наркоманы тоже отдыхают. Джинсы. Ну, с Запада приходили жены к демократорам. Слава Богу. Демократия. Они были все христианки и принимали православие, когда сюда приходили. Безусловно. Чтобы стать женой русского царя, она была принять православие. Они все были православными. Александра Феорова, приняв православие, пошла на мученинский венец вместе со своим мужем Николаем II, который убили коммунисты. Пятеро детей. А праздник Ивана Купала вы предлагали оставить или запретить все-таки? Я никак к нему не отношусь. Это есть наш народный праздник. А как там? Историки говорят, что можно отмечать? Извините. Ивана Купала это христианский праздник. Все можно. Ивана Купала, а Купала это уже ведические праздники. Ивана Крестителя. И Ивана Крестителя. Да, Ивана Купала. А Купала это языческий праздник. В результате проникновения религии в Россию наложилось. В данном случае как с Масленицей. Оно наложилось, оно пошло последовательно. Оно пошло и отмечать. Но Валентин-то тоже святой? Валентин. Ну он в этот день не отмечает. В этот день у нас праздник Сретенья, в общем-то, получил. Сретенья сегодня же. Сегодня, да. А любили вчера, 14-го. Мученика Трифона в этот день. 14 февраля это мученика Трифона. Знаменитый вселенский святой. Да? Да. Верно. Я не понимаю. Валентин, а здесь даже близко не прав. Я не против иностранных праздников. Меня просят ответить на вопрос, какой. Можно задать вопрос, Владислав? А вы же свой задавали вроде. Хорошо. Если не ошибаюсь, да? А второй нельзя. Ну коротко давайте. Да. А как сделать российские праздники, сделанные за время независимости Российской Федерации конкурентоспособными? Коротко. Ну мы и так это делаем. Вы знаете, я глубоко убежден, что те господицы... Не работает. Как сделать, чтобы было еще лучше? А есть то, что работает на самом деле. Вот просто, когда мы говорим о праздниках современной России... Поэтому напротив вас сейчас стоит Эльф. Поэтому работает. Это день, который объединяет все народы и национальности, все религии, которые представлены в России одним и главным нашим государством и пониманием того, что мы живем в большом, разном государстве и делаем его лучшей. И наше единство, оно действительно очень сегодня важно в условиях тех вызовов, перед которыми мы стоим. Поэтому наши праздники, на мой взгляд, они популярны. И действительно, с каждым годом становятся популярны. Я в этом убежден. Я немножко добавлю. Немножко надо разделять. Религиозные, духовные праздники, исторические праздники. Они есть и духовные, и исторические вместе. Это не совсем одно и то же. История идет, естественно, будет постоянно. 9 мая как будто не было. Да, но оно было еще до Христа. Ну, не было в Терст, в древнее христианское. Это исторически... Ваши оппоненты понимают вообще, что вы спрашиваете? Как вы считаете? Оппоненты даже говорят что-то неуразумительное. Почему неуразумительное? 9 мая это неуразумительное. 9 мая это неуразумительное. Духовный, другое дело историческое праздникное. Нет, мы же не классифицируем сейчас праздники по принципу, по признаку. Я с вами отчасти согласен, что, к сожалению, вот за этот период, который действительно мы, когда развалился СССР-Союз, и действительно пошла новая Россия, и действительно вот... Соберитесь, чем вы согласны? Да, мы стали возвращаться к нашим христианским ценностям до революционных, потому что Россия не 70 лет, а 1000 лет, да, христианской России. И, конечно, нам не хватает таких талантливых молодежи, как вы. И очень бы хотелось вас призвать, чтобы нам помогали, нам, бывшим комсомольцам, принять действительно наши христианские ценности православные и помогать... Бывшим комсомольцам помогут эльфы? Ну не эльфы, она христианка. Это ее просто увлечение. А члены молодежного парламента? А вы были комсомольцем, правильно? Да, были. К сожалению. Коммунистам? Нет, коммунистам, слава богу, не было. Комсомол меня взяли просто автоматически, записали, дали мне это, и все. Никто не спрашивал. Комсомолец и комсомолец. Я туда не шел, комсомол. А грех комсомольский отмолили, как считаете? Я не понимаю, как ему отмолить грех. Это... Позно. Такое, знаете, не нужно на него так сразу ответить, как вы задали вопрос. Грехи, грех не в этом. А в чем? Зависть, осуждение, блудные помыслы, чревоугодие. Их очень много. Не будем сейчас перечислять. Я к чему? Я хочу сказать, что действительно талантливые ребята, талантливая молодежь. Ну помогайте нам всем. Вот он правильно говорит, что можно это все, то, что вы делаете, какие-то спектакли в театре, но выходить с этой пропагандой на улицу, в кафе, в бары, разращать молодежь, ну нельзя. Но действительно, наши праздники немножко такие, знаете, как сказать, они... Ой, ну не могу слово это подобрать. Не хочу ни обидеть, ни унизить наши великие праздники христианские, да, но они немножко, как же таки, есть. Не хватает такого запала, задора. И вот именно вы, молодежь, нужно туда и преподнести. Владимир, а вы готовы... Владимир, у меня есть к вам предложение. А вы готовы проповедовать в клубах? На Хэллоуин, вот как вы сейчас говорите, объяснить людям, что они идут неверным путем? В клубах? Да нет, ну вообще... К Спартаку придете, объяснять здесь. Мы с Спартаком можем сесть, прийти, он придет ко мне в библиотеку, мы с ним где-то попьем кофе в кафе, там, сидим там по пирожному... Или 200 граммов, да? Да, можно 200 граммов выпить, но если он, по-моему, не пьет, но я тогда тоже... Вы готовы проповедовать? Елена, нет, я хотел немножко, отвечая на ваш вопрос, одну мысль донести, что сегодня в Западной Европе, в частности, католические костюмы как раз-таки переделывают ночные клубы. И эта культура, которая пытается нам наградываться, они растаптывают свои ценности, и мы понимаем, что сегодня происходит там. И там действительно кризис, в том числе и культурный кризис, из которого лично мне выход не видеть. Мы переходим от праздников, не привязанных духовно к религии, непосредственно к религии. Это совершенно другая новая тема для обсуждения. То есть я вот в такой теме, я сейчас, то есть, соответственно, здесь у нас православные истины, здесь у нас исключительная религия и праздники. Это другая тема для разговора, совершенно. Мы говорим о наших, о тех праздниках, которые здесь появились. Никакого смысла не исключения. Спасибо, я поняла вас. Так, к окончанию третьего раунда, кто-то из вашей команды готов перейти на сторону ваших оппонентов? Мы готовы их призвать к себе и помогать им, и развивать их. Вы свою точку зрения не поменяли, не будете праздновать Хэллоуин? Нет, не буду. День Святого Валентина? Нет, тоже нет. Олег? И 8 марта тоже. 8 марта помню, отменить, да. Я не буду, я не молюсь, не буду замаливать грехи, он пусть замаливает. Может, они предложат по вере Валентина Святого купить индульгенцию. Понимаете, мы смотрим в праздник. Пускай-то разночтение, один замаливает, другой нет. Чем внешне. Понимаете? Я не за нас, я каюсь. Кайтс. Я каюсь, я не мотухом. А Владислав что будет делать? Я буду отстаивать эти ценности, о которых уже говорил, а на самом деле стараться донести их как раз-таки до тех самых умов нашей молодежи, о которых мы говорили. И отстаивая, в том числе, через наши праздники, государственные, в первую очередь. Валентинку вчера никому не дарили? Нет. Я был в Москве на рабочих совещаниях. Там не дарят? А? А что-то помешало, да? Нет, нет, нет. Так день провел. Как обычный день. Для меня вчера был обычный рядовой день. Кстати, никто не поздравлял, вот честно. Как-то не было даже таких каких-то сердечек в специальных сетях. Что думаете вы? В данном случае я сам. Кто-то из вас перейдет на эту сторону? Нет. Спартак? А какой смысл? Там у них разврат полностью. Так вроде вас в разврате отменяли. Да нет. У кого что болит, то о том и говорит. Я не знаю, где он разврат, они увидели в Хэллоуине, где он вас разбрал. Нет, в каком касселе у них был ночной клуб. Я могу сказать одно, по глазам Синия, я вижу, что он с нами. Блин, дайте сайт, дайте ссылку, я хочу посмотреть. Я считаю, что все иностранные праздники либо станут обрусевшими, либо исчезнут совсем. Но это не факт, что не появятся новые. Вы будете дальше отмечать Хэллоуин или День Толуэнсина? Я буду праздновать каждый день. До конца, до упора. Сколько сердца хватит, да? Да. Вот как Петра Февронии, да, у них главный какой был посыл? То есть, если вы не знаете, как его отмечать, я вам расскажу. Главный посыл был в том, что они ушли по монастырям и молили Господа о том, чтобы умереть в один день и быть похороненными в одной могиле. Я не знаю, какое вот из этого можно сделать. Если там у Валентина, Валентинка, здесь что нужно дарить. Я не знаю, что вы придумаете. У вас примитивное понимание об этом празднике абсолютно невежественное. А вам надо шоу. Нет, не шоу. Мне нужно понимание. У вас примитивно вообще. Когда, знаете, вы станете на дочерке, когда будете выходить из этого мира, вы тогда вспомните свои теславные... Нет, здесь ситуация такова. Наши оппоненты, да, в данном случае, это, значит, чисто православие, ведические какие-то праздники, государственные праздники. Государственная идеология. Куда делся Курбан-Байрам? Мы в Крыму, я отмечаю, я с утра с удовольствием езжу, езжу на плов. Понимаете, почему, почему, а почему там, там режут бараны, там страшно все. Вон газеты почитайте, в Москве прям вот запрещают. Давайте здесь запретим. Это все зависит от позиций. Если... У меня один вопрос, один вопрос к вам. Можно, да? Если в следующего 14 февраля вдруг... Владиславу кто-то подарит Валентинку, наконец-то? Владимир Владимирович Дмитрию Анатольевичу подарит Валентинку. Что делать будем? Ничего делать не будем. Я вам... На следующий, следующий, 14 февраля, вся страна в едином порыве. Можно отвечу? Будет раздаривать... Можно отвечу? Я отвечу. Можно? Секунду, секунду. Я простите, я сейчас... Хрущев когда-то сказал, что он в 80-м году, пока от последнего попа, умер, а попы до сих пор есть, слава богу. Поэтому даже если президент России подарит Валентинку, то мы повторять за него этого не будем. Мы за него молимся, чтобы он разумился, я больше праздники тоже не поддерживал. Ну вот это и все. Аминь. Можно высказать? Итак, спасибо, наше время. Стекло 3-й, решающий раунд. Завершен, мы ждем окончательного решения судей. Господа, у вас буквально 10 секунд. Итак, Андрей, подведите итоги сегодняшней горячей дискуссии. Вы знаете, сражались. Сражались очень упорно. Я бы сказал, даже к концу третьего раунда кровожадно. Но вы знаете, это первая моя игра. Я уже сужу, наверное, пятую, шестую, где я знаю имена каждого участника. Владислав, Олег, Владимир, Спартак, Андрей, Ксения. Мне было слушать действительно интересно. Спасибо, кстати, что ни одним словом никто не тронул Новый год. И для наших сегодняшних команд от меня ничья. Мы молодцы. Действительно интересно. Спасибо. На вас повлияли слова наших сегодняшних гостей. На чьей позиции вы сейчас? Сложный вопрос довольно, на чьей позиции. У меня своя четкая позиция личностная, поэтому меня перетянуть на какую-то сторону невероятно сложно, практически невозможно. А в данном раунде я согласна абсолютно с Андреем, что уравновесили свои бонусы обе команды. Сражались их аргументы были железные, что команде за, что команде против приобретенных праздников. Поэтому я тоже совершенно обеими руками за ничью. Спасибо. Итак, судьи сделали свой выбор. И сейчас мы узнаем, что же у нас получается в конечном счете. Решением арбитров в этом поединке объявляется ничья со счетом 2-2. Это было ток-шоу «Жестко». Мы надеемся, что каждая страна извлечет уроки из сегодняшней словесной битвы. Мы уверены, что в споре рождается истина. Меня зовут Елена Емельянова. Увидимся в эфире «Первого Крымского». И все будет жестко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова